Ну ладно, значит тема на экране. Автокад, динамические блоки. Представлюсь вам. Елена Михайлович Габедулина, старший преподаватель центра. По нашей теме, у меня книжка есть, но я расскажу об этом чуть позже. Вообще тема, динамические блоки, она вообще одна из самых моих любимых тем в Автокаде. Самых интересных, самых глубоких тем. И где она у нас изучается? Вот наша линейка прохождения курсов. Тема эта не для самых начинающих. Так что, если меня вас слушают те, кто еще не начал работать в Автокаде, я прошу не пугаться, как сложно и интересно. Но эта тема, она вот где изучается. Автокад 2015, уровень 2, расширенные возможности программы Автокад. Это вот здесь 32 часа на этот курс, но из них 12 часов динамические блоки изучаем точно. Хотя блоки основные мы изучаем вот в этом курсе. Но для того, чтобы изучить блоки, давайте как бы так, с самого начала, потому что, как правило, определенные пробелы знаний есть. И люди не знают, что такое блок. Поэтому давайте бегло пробежимся, посмотрите. Создание определения блока, вставка вхождения блока и обновления вхождения блока. Это темы вот этой части. Но мы без них будем слепы и глухи, если мы не перейдем с вами к следующей части. Ну, конечно, как вводится, я все буду делать в системе, потому что показ на слайдов это вещь, так сказать, в себе. Поэтому вот у нас Автокад 2016. Вот Автокад 2016. Давайте с вами создадим блок. Как он создается и что это такое вообще в принципе. Но это разговорно, говорят, создать блок. Это неправильно. Создается определение блока. Ну, давайте с вами прямоугольничек нарисуем размерами 50 на 100. Вот так мне хочется. Что значит хочется? Я букву буду в дальнейшем использовать, чтобы создавать новых текстовых стилей. Пусть этот блок будет как бы не одинокий. Пусть в нем будет вот такой прямоугольничек. Он может создать из любого количества объектов. Давайте создадим блок. Вернее, создадим определение блока. Вот такая вот кнопочка создать. Либо буквочка B. Не знаю, как вы к этому относитесь. Я с громадным удовольствием отношусь к тому, что в Автокаде есть возможность просто вот так вот с клавиатурой вводить название команд. И они все работают. Итак, буква B будет создавать нам определение блока. Enter. Имя. Давайте назовем этот блок как-нибудь осмысленно. Что-нибудь такое. А1. Согласны? Пусть он будет блок А1. Это первая процедура. Дальше. Вставить, выбрать объекты. Выбираем объекты, из которых наш блок состоит. Третье. Я не знаю, как люди могут, но они, как правило, почему-то здесь говорят ОК. И точка вставки блока – это точка начала координат. Представляете, блок как на веревочке невидимой. Привязывается к началу координат и бегает куда ни попу. Это нехорошо. Поэтому... Давайте я сейчас делаю эту ошибку, ладно? Я сейчас делаю эту ошибку. Эта ошибка очень нехорошая, но я ее сделаю. Итак, ОК. Вот что произошло. Когда я выделяю блок, видите, где его точка вставки? Вначале координат. То есть, если я вставляю блок, чуть забегая вперед. Один. Вот он, блок. Блок А1. Вставлять А1. Вы видите? Я спрашиваю, где мой блок? Да вот же он. Точка вставки в Воронеже. Да? А блок вот здесь. Ну, давайте сейчас... Ходо-бедно блок же создали. Итак, это именованная совокупность объектов системы, которые выглядят вот так, как я ей задал. И определение блока хранится в файле. Блок это типичный IT-объект. И определение блока может занимать сколько угодно места в памяти компьютера. Есть, конечно, какие-то ограничения. Там какие-то совершенно сумасшедшие байты, гигабайты. Не знаю все это дело. То есть, знаю, можно посмотреть, но это не очень интересно. Но если я вставлю несколько экземпляров этого блока, видите, вот еще один вставил, несколько экземпляров этого блока, вы заметите, что я вставляю блок с ошибкой. Работать с ним невозможно. Почему? Ошибку я сделал при вас. Причем это самая распространенная ошибка пользователей. То я имею здесь в файле много невхождений блока. Много вхождений блока. Это вхождение одного и того же блока. В чем смысл? И в чем здесь экономия? Экономия здесь вот в чем. Определение блока, то есть элементы, из которых создает блок, объекты наши, примитивые автокады, могут занимать очень много места. Ну пусть, к примеру, там, не знаю, мегабайт. Давайте подсчитаем. Выделим все. Ctrl 1. У нас здесь 7 вхождений блока. 7 вхождений блока умножаем на 1, будет 1 мегабайт. Это неправильно. Потому что вот эти вхождения, только одно определение блока занимает 1 мегабайт. Остальные вхождения, это ярлычки. Это не более, чем ссылки. И они занимают очень мало места в памяти компьютера. То есть, только одно это говорит о том, что пользоваться блоками очень и очень удобно. Кто-то там микрофон включился, да? Если можно, выключите микрофон. Иначе мне придется это делать каждому вручную. Это достаточно сложный процесс. Так, ну вот мы создали с вами такой неправильный блок. И вот создание определения блока. Ну как бы я напомнил вам, наверное, да? Вставка вхождения блока. То есть, каждый элемент, который мы сделали, называется вхождение блока. Посмотрите, вот я выделяю его. Ctrl 1, палитра свойства. Это вхождение блока. Название его вот такое. А1. А то, что он вставлен, им неудобно управлять, видите? То есть, я его выделяю и вот так вот перемещаю. Вообще-то говоря, автокаду все равно. Автокаду все равно, потому что... Ну, может вам так надо, правильно? Давайте обназим вхождение блока. Как это делается? Ну, нужно вызвать одно из вхождений. Ну, вот это, к примеру, так вызвал. Это первый элемент нашего действия. Второй элемент нашего действия – расчленить это вхождение. Вот кнопочка расчленить. И это вхождение уже не является блоком, правильно? Оно является полилинией. Теперь мне нужно создать определение блока из этих элементов. Я создаю определение блока по алгоритму, который только что был описан. Выбираю объект. Задаю базовую точку. Вот правильная базовая точка, видите? Щелчком. А теперь, об этом, конечно, на занятии я очень подробно говорю. Нельзя здесь имя выбирать из этого списка. Нельзя вот так вот щелкнуть. Нужно это имя набрать вручную. Так, как вы его набирали. А1. Учтите, А пробел 1 – это другое определение блока. А-1 – это еще одно определение блока. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, скажем ОК. Вот критерий правильности того, что я делал. Давайте почитаем. Мы же сейчас не читаем никакие надписи, никакие инструкции. А здесь написано, что в этом чертеже я уже задан на определение А1 в качестве блока. Переопределить данное вхождение блока? Да, конечно, я определил. Внешне ничего не изменилось, но теперь каждый блок вставляется и перемещается за ту точку вставки, которую я задал. Так я могу исправить не только вхождение, определение блока, но и добавить какие-то элементы. То есть мне здесь кружочек нужен. Ну почему бы и нет? Я еще раз повторю эту процедуру. Поверьте мне, что это не лишняя будет штука. Я расчленяю вот этот вот блок. Рисую здесь кружочек. Некрасиво нарисовал. Давайте я нарисую. Красиво. Вот так. Так. И пусть этот блок будет такой же, как и предыдущий. Называется так же. Все расчленено, правильно? Опять-таки создаю блок из этих объектов. С той же базовой точкой вставки. Правильной. Имя его я разбираю вручную. Если забыл, посмотрю. Но щелкать нельзя. А1. Окей. Опять повторяю то же самое. Определить блок заново. Посмотрите, пожалуйста. Все вхождения блока переопределились. Все вхождения блока переопределились. И это очень удобно. Представьте себе, что вы сделали. Двери какие-нибудь. Болтики. Я не знаю, что они все у вас есть. Совершенно. Одинаково. Во всем файле. Не нужно каждый перерисовывать. Это вот элемент автоматизации. Нужно просто переопределить вхождение блока. Но если переименовать, то так же вообще-то говоря. Но переименовать можно и по-другому. Есть команда переименовать. Перерисовывать. Блоки. Видите, блок А1. Старое имя А1. Новое имя. Ну, к примеру, мне требуется унификация какая-то. А-1. Окей. Следующая ступенька. Следующая ступенька, по которой мы идем к созданию динамических блоков. Это блоки с атрибутами. Это блоки с атрибутами. Ну, что такое блоки с атрибутами? Блоки с атрибутами. Это блок, который несет какую-то текстовую информацию. Текстовую информацию о себе. Ну, поскольку этот блок я создавал размерами такими маленькими. То, видите, вот если я вызываю текст какой-то, да? То он будет хорошо выглядеть на фоне этого блока. Но нам нужно не текст. Нам нужно что-то другое. Давайте с вами, ну, создадим, конечно же, другой блок. Но чтобы не плодить такие разные геометрические объекты, я расчленю вот этот вот блок. Расчленю вот этот вот блок. Правильно расчленить вот это вхождение блока. Это опять элементы какие-то отдельные. Теперь, теперь. Ну, пусть это... Что вам это напоминает по внешнему виду? Ну, не знаю. Пусть какой-нибудь объект, который имеет следующие характеристики, к примеру. Он имеет... Ну, вот похоже на акустическую колонку какую-нибудь маленькую, да? Она имеет какие колонки? Мощность. Да? Звуковую. Цена. Ну, что еще придумать? Ну, вес. Ну, вес. Ну, теперь давайте сделаем следующее. Мы можем создать задание атрибутов. Видите, вот такая вот бирочка. Очень характерная такая пиктограмма, которая задает атрибут. Мы с вами выбираем вот такую вот бирочку. Ну, и пишем тег. Ну, мощность. Пусть будет мощность. Подсказка. Ну, я просто копирую отсюда. Ctrl-C, Ctrl-V. А здесь поставлю вопросительный знак. Так. Сейчас я буду объяснять происхождение вот этих вот кнопочек. Ну, я просто скажу ОК. И вот где-нибудь здесь поставлю слово мощность. Теперь следующий атрибут я задам. Сейчас я сделаю ошибку. Вот тег. Видите? Тег. Что я говорил там? Мощность. Какие-нибудь еще характеристики. Цена, да? Я напишу сейчас. Цена. Колонки. Я уже внес ошибку. Я уже внес ошибку. Сейчас она у нас сама по себе будет выплывет. ОК. Вот она. Тег не может содержать пробелы. То есть, вот этот тег должен быть без пробелов. Ну, как? А если мне очень хочется, то вот нижнее подчеркивание. И вот теперь я, поле один атрибут уже есть, выровнять по предыдущему атрибуту. Вот он. ОК. Так и не понял? Неужели там есть еще пробелы? Наверное, и вот он. Видите? Я и не заметил. Цена колонки. Выровнять по предыдущему. ОК. Посмотрите, как выровнялось красиво вот эти вот самые атрибуты. И еще один атрибут я задал. Ну, давайте вес. Но, к примеру, мне вес, как вам сказать, не нужно мне все время его показывать. Я сделаю его скрытым. Я поставлю флажочек скрытый. Тег. Вес. Подсказка. Вес с вопросительным знаком. Выровнять по предыдущему. ОК. И теперь я вот это, учтите, что это не тексты. Это не тексты. Это атрибуты. Специальные текстовые объекты. А теперь я его как бы окружу. Вот это вот. Вот эти вот объекты, из которых состоит блок. Еще раз. Это специальные объекты, которые называются определением атрибута. Это полилинии, там, не знаю, круги. Все, что угодно. Хотите, добавьте еще что-нибудь. Правда, что давайте добавим вот так вот. Так. Итак, теперь я по алгоритму, который уже был создан, я создаю блок. Который назову, ну, как-нибудь по-другому. А. К. Два. Выбираю все вместе с атрибутами. Набираю Enter. И базовую точку указываю здесь же. ОК. Вы видите, при вставке блока мне нужно указать все, что я набрал там, но в обратном порядке. Ну, вес какой? Давай, пусть вес будет однозначный. Цена будет вот такая, а мощность будет... Ну, чтобы не перепутать, ладно? ОК. Итак, вот этот атрибут, вот этот блок обладает вот такими вот характеристиками. Дальше. Следующее вхождение блока. Видите? Вставить блок. АК-2. Точка вставки. Ну, пусть рядом где-нибудь находится. Я опять задаю его... Задаю атрибуты. Один атрибут скрытый. Ну, еще раз вставлю. Это вхождение блока. Ну, пусть здесь вес будет 10. Цена будет еще больше. Мощность будет 20. Это совершенно какие-то условные вещи. Как видите, отражаются не все. Могуль может ли у меня в процессе проектирования или в процессе работы как-нибудь изменяться эти цифры? Конечно, могут. Для этого нужно отредактировать атрибуты. Ну, по-современному эти атрибуты в прошлых версиях автокада, слава богу, что вы не работаете в этих версиях. И не будете, наверное, уже работать. Пятый, шестой, седьмой. Там была такая неприятная штука с характеристиками, с редактированием. Намутили что-то там. А сейчас, вот, к примеру, здесь, как отредактировать два щелчка? Редактируйте себе на здоровье, поскольку возникает редактор атрибутов блока. Итак, вес был 3, он уменьшился, стал 2. Цена была 120, стало 180. Применить. Применить. Ок. Все. Мы изменили характеристики одного атрибута. А можем ли мы отредактировать все атрибуты? Ну, мы можем управлять атрибутами каким образом? Посмотрите. Вот я их вставил. Сначала у меня была мощность, потом цена, потом вес. Я могу мощность вверх загнать, вес вниз, цена, обновить, применить, ок. И при вставке блока, вот этого блока с атрибутами, у меня вопросы будут идти следующим образом. Мощность. Могу ли я показать скрытый атрибут? Могу. Посмотрите, видите, вес, режим. И, редактировать. Снимаю флажочек скрытый, ок. Ок, применить. И у меня везде появился вес в виде уже явного атрибута. Ну, очень полезная вещь, очень полезная штука. Это у меня совсем другой блок, мне он не нужен. И, конечно, могу извлечь данные, если вы знаете, как это делается. Делается это просто. Вот табличка. На основе данных объекта на чертеже. Сейчас у меня автокад потребует сохранить чертеж. Это, наверное, разумно. Я его сохраню где-нибудь в случайном месте. Видите? Вот он. Сохранить. Я его на рабочем столе сохраню. Что это? Имя файла блоки. Имя файла блоки. Хорошо. Пусть будет колонки. Сохранить. Ну и продолжим извлечение данных. Создать новое извлечение данных. Да, конечно. Имя файла извлечения данных я, конечно, под каким-нибудь случайным именем сохраню. Дальше. Выбрать объекты на текущем чертеже. Вот так. И выберу вот эти вот блоки. Далее. Видите? Давайте отображать только блоки с атрибутами. Остальные флажки снимем. Далее. Здесь, конечно, автокад. Хитер-хитер. Зачем спрашивал? Первое. Когда опять мне предлагает все здесь. Все извлечь. Такое тавелство не прочитать. Видите? Я оставляю только атрибуты. Далее. Ну, если хотите, посмотрите. Видите? Он считает здесь и количество. Да? Этих. Каждого из блоков. Да? Ну, мы можем простыми движениями. Видите? Вот сделать так. Имя, количество, имя, вес, количество, мощность, цена. Если хотите, давайте добавим сюда. Все управлять в контекстном меню. Правая кнопочка мыши. Вставить столбец с формулой. Ну, и имя столбца. Сигур. А дальше посмотрите, что я делаю. Я цену умножаю на количество. Цена. Умножить. Количество. Подтвердить. Введено допустимое уравнение. Окей, окей. Пересчитаны. Далее. Вывод. Вставка. Что имеется в виду? Что мы сейчас ставим не в чертеж, а то извлеченные данные. И выведем во внешний файл. Далее. Далее. Готово. Вот. Точно такая же табличка у меня существует и в Excel. Колонки DWG, колонки Excel. Видите? Вот табличка из Excel. Если теперь я просто скопирую, да, вот как-то так, да, могу скопировать вот так вот, да, и заново извлеку данные. Это у нас заново извлеку данные при помощи таблички. На основе данных объектные чертежи. Окей. Ну, предыдущее извлечение данных, конечно, можно использовать. Он спрашивает, какое? Ну, на рабочем столе у меня хранится вот это вот 1DXE. Далее. Повторяю. Да. Далее. 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 Вот смотрите, количество у меня изменились. Изменились. Далее. 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 Готово. Возникла табличка о том, что связь с данными изменена. И необходимо обновить табличку. Видите, лапкой я обновил табличку. Все связи с данными изменились. У меня теперь, по-моему, я ту же таблицу вставил. Да, конечно, еще раз, извините. Вставка. На основе данных объект на чертеже. Окей. Я вот это прозевал. Выбрать объект на текущем чертеже. Нужно выбрать вот эти вот объекты. Далее. Далее. Готово. Укажите точку вставки. Видите, количество, количество, количество здесь изменилось. Количество здесь изменилось. И теперь я обновлю все данные. Я просто по цифрам посмотрел. Я один пункт забыл, но я вроде как себя исправил. Но достаточно мощное, хорошее, с моей точки зрения, средство автоматизации. Достаточно мощное и хорошее средство автоматизации. А чертежа вот уже с этим можно работать красиво, замечательно и хорошо. Так, теперь. Я все удалил, мне жалко. Несколько замечаний, которые я сейчас вспомню в процессе объяснения. Но откуда-то кто-то у кого-то узнал, кто-то как-то сделал, как создают блоки. Посмотрите. Раз. Два. Ctrl-C. Это я в буфер обмена скопировал. Правая кнопочка мыши. Правая кнопочка мыши. Буфер обмена. Вставить как блок. Вуаля. Блок создан. Но. В галерее блоков, при вставке блока, при вставке блока, возникает вот какая штука. Видите, вот блок с каким именем у нас создался. Нравится вам это имя? Я думаю, что нет. Дальше. Это не гарантирует соблазовая точка. Хотя, здесь можно, видите, что можно сделать. Здесь можно буфер обмена копировать с базовой точкой, ломая руки. Ctrl-Shift-C. Ну да, двумя руками. Вот я попробовал. Вот. Нездорово. Но, если уже вам такой способ понравился, вы его как-то используете, то, пожалуйста, воспользуйтесь командой переименовать, которую я вам уже показывал сегодня. Пере-и-ми-новать. Блок вот с этим вот некорректным названием, системное название, старое имя, новое имя 22, но все получше, чем вот это. Окей. Теперь этот блок будет идентифицироваться с системой, как блок 22. Далее. Далее. Ну, с атрибутами много всяких хитростей. Не то, что много, просто если вы не знаете наперед, сколько у вас там атрибутов, то создавайте фиктивные атрибуты. Теперь, сейчас я вставлю блок АК-2. Наберу какие-нибудь единичные его названия. Атрибуты. 1, 2, 3. Вот у меня здесь будет жить. Удаление определения блока. Удаление, вхождение блока ничего не стоит. Видите, вот я скопировал этот блок и удалил вхождение блока. Это бесплатная процедура. Теперь посмотрите. При вставке блоков, вот галерея блоков, да, у меня блок есть 1, А1, 22. Либо утилиты очистить, либо просто команда очистить, оч очистить, либо через браузер утилиты очистить. Посмотрите, элементы, которые можно удалить. Блоки. Видите, блок 1, 22, А1 удалить можно. А блок, который у нас в чертеже используется, А1 удалить нельзя. Или А2, да? Давайте посмотрим элементы, которым нельзя удалить. Вот он, АК-2. Ну, служебные блоки, которые автокассии дают, в частности, вот звездочка, папа, пейс, пейс, 0, это лист 1. Вот так. Если их нельзя удалить, то нельзя. А если можно, то лучше их удалять. Они отличаются тем, что находятся в списке элементов, которые можно удалить. Начинаются на доллар, звездочку и так далее, и так далее. То есть лишние блоки нам можно удалить. Итак, я сейчас удалю вот эти вот блоки, выделившие в том все. Кнопочка удалить и удалить все. Из этого списка все элементы удалятся. Больше у меня определение блоков лишних, которыми не нужны. Нету пространстве модели. Ну, нету и слава богу, собственно говоря. Теперь, что мы сейчас сделаем. Посмотрите, я полчаса пробирался к тому, чтобы создавать динамические блоки. Теперь динамический блок. Это блок, да, я сейчас посмотрю в презентации. Я очень люблю презентацию. Так, про атрибуты я рассказал. Вставку вхождения блока рассказал. Обновление вхождения блока рассказал. Редактирование атрибутов рассказал. Да, и теперь, чтобы подойти, чтобы подойти к динамическим блокам, нам нужно научиться использовать великое, так сказать, достижение автокадовское, которое с 2010 версии. А то еще не дай бог подумайте, что версия R10 1998 года. Это параметрия. Ну, давайте поиграем. Вот действительно замечательная штука. Итак, создадим какие-нибудь объекты. Ну, давайте я свой любимый пример сделаю. Посмотрите, вот это вот мебельное ушко. Я хочу сделать мебельное ушко вот из этих объектов. Вот это вот назовем эскизом. Наверное, я знаю, как нужно нарисовать такой эскиз. Ну, может быть, даже в дорожном транспорте. А я хочу вот, вот моя идея, вот моя задача, вот что у меня есть. Вкладка параметризации. Вот как дышится. Посмотрите, пусть вот этот вот отрезок будет горизонтальным. Горизонтальность взяли, наложили. Дальше пусть совпадают вот эта точка и вот эта точка. Пусть этот отрезок будет либо вертикальным, либо перпендикулярным вот этому. С точки зрения геометрии, это одно и то же. Давайте перпендикулярность наложим. Вот этого и вот этого. Пусть совпадает вот эта точка и вот эта точка. Теперь вот этот отрезок может быть либо параллельным вот этому, либо перпендикулярным вот этому. Пусть параллельно. Где? Вот этот параллелен вот этому. Теперь длины вот этих отрезков должны совпадать. Правенство. Вот это равно вот этому. Дальше. Конечные точки вот это и вот это совпадают. Вот конечные точки вот этого и вот этого совпадают. А здесь концентричность. Вот это и вот это. Ну, выделим. Это перемещается. Это растягивается. А вот как вот от этого избавиться? Я же не хочу такое мебельное ушко иметь. Очень просто. Касание. Раз. И два. Лишнюю геометрическую зависимость вам наложить не удастся. Касание вот этого и вот этого. Видите? Вам автокад скажет, что зависимость наложить невозможно. Все. Посмотрите, какой у нас получился славный объект. Мы можем вот так вот делать. Видите? Вот эту вот зависимость. Вот это вы не устраните. Это устранится только каким-то другим способом. Об этом чуть позже. Посмотрите. В автокаде в 15-м, в 16-м есть, можно кнопочкой переключателей режимов поставить любые. В частности, вот такую вот. Подразумеваемые зависимости. Вот она как выглядит. А потом ее нажать. Ну, так, на всякий случай, не понимая, зачем это делается. А теперь, если я нарисую вот какие-то отрезочки, на них, на всех будет уже наложена зависимость. Видите? То есть, в результате они у меня все будут взаимосвязаны вот такими вот связями. Это забавная вещь. Это полезная вещь. Можете создавать кинематические схемы какие-нибудь. Это очень здорово. Ну, никакого отношения к тому, что это вам нужно вряд ли это имеет. Поэтому эту кнопочку нужно мало того, что изъять из панели задач. Проследить, чтобы она была выключена. А лишние зависимости на вкладке параметризации удалить зависимости. Научите, что все это нужно знать. Все это нужно знать. Помимо этого, можно вот на эти объекты, почему на эти? На любые объекты можно наложить еще зависимости линейные. Очень похожи на размеры, но не размеры. Я наложу, видите, какие зависимости. Вот эту, вот эту и диаметр. Скажите, а вот можно ли наложить вот эту зависимость, вот этого диаметра? Нет, конечно. Он наложится, но это справочный размер. Не будем его накладывать, потому что понятное дело, что вот при существующих геометрических ограничениях вот это вот радиус вот этой дуги равен половину вот этого D1. Ну, можно их прямо здесь же переименовать. D1 пусть будет латинское. B мне нравится вот такая бубочка. Ну, что же ты у меня. Вот так вот. здесь будет H, высота, да? H, высота. А здесь будет просто D маленькая. Вот такая вот будет более-менее красивая штука. Теперь, знаете, что можно сделать? Вот если мы наносим размеры с вами, самые обычные, я не поленюсь, покажу вам это. Если нанести самый обычный размер, вы видите, он совпадет вот с этим, правильно? Ну, если я отредактирую этот размер и напишу, к примеру, слово не знаю, все будет хорошо. А если я заменю вот этот вот размер, а это можно заменить, не 111, а 200, то у меня изменится и вот это вот. А это размер отцепится. То есть, видите, какая штука? Сейчас я попробую его обратно вернуть, пусть будет стоп. Ну, вот у меня ушко с какими-то характерными размерами. Ну, вот теперь я достану замечательную штуку диспетчер параметров. Вот он, диспетчер параметров. И в нем для диспетчера параметров присутствуют все те параметры, которые у меня здесь заложены. Я могу здесь делать функциональные зависимости. Посмотрите, вот 100, а здесь пусть будет, могу просто конкретную цифру, могу сделать так. B умножить на 2. А здесь B делить на 3. Посмотрите, теперь я меняя 100 на 200, я получу другое ушко. Меняя 100 на 50, я получу еще одно ушко. Меняя на 25, я поменю следующие и так далее. Я могу скрыть вот эти зависимости. Они все равно останутся. Но они не будут так сказать на виду, на глазах. еще одна вещь есть. Посмотрите, вот выражение. Когда я вот стою сюда, видите, B2, да, выражение. Хватит вам на первое время. Косинусы, аркосинусы, целые части округления, максимальные, логарифмы десятичные, логарифмы натуральные, число пину и так далее, и так далее. Знали о такой возможности? Вряд ли есть. Так, теперь что у нас? Вот теперь я использую вот эту параметрию, так, я могу создавать динамические блоки. Я могу создавать динамические блоки. Ну, давайте что-нибудь очень простенькое создадим. Все удалю. Давайте я нарисую прямоугольничек с размерами 100 на 40. Вот такой вот прямоугольничек. Сделаю блок. Создам блок, который назовем блок или так, д-блок давайте назовем д-блок д-блок динамический блок. Выберу объекты. Базовая точка вот такая. Окей. Вот такой блок. А теперь посмотрите. Два щелчка по нему я вхожу в редактор динамических блоков. Очень часто, очень часто что делают люди? Я закрою редактор динамических блоков с сохранением изменений, хотя ничего не делал. Блоков-то они не знают динамических, но они создают вот такой вот блок. Создают блок, выбрать объекты, имя ему один, базовую точку вот здесь, вот видите, вот здесь промазали. Окей. И вставляют его за эту нехарактерную базовую точку. Ну, кто-то им показал, я знаю, где эти вредители живут, которые показывают такие некорректные вещи. Они делают следующее, два щелчка по нему, окей, базовая точка ставит сюда, закрывает редактор блоков, сохранить изменения, все, говорит, красота. красота. Но это не красота. Дело в том, что этот блок уже стал как бы динамическим и в памяти определение блока ему выделено значительно большее место, чем обычному блоку. Поэтому этот блок не годится никуда. Не надо так делать. Потому что определение вхождения блока, вот как я говорил в первой части нашего беседы. А из этого блока мы будем делать динамически, причем несколькими параметрами. Посмотрите. Давайте сейчас я приделаю линейный параметр. Вот раз, два, расстояние, один, в описании этого блока. И изменю это расстояние, обзову его L. Это было бы правильно. правильно. А теперь операцию свяжу, растяжение с этим параметром, с этой ручкой и вот так вот. И вот так вот. Еще наверное надо убрать одну ручку. Она точно будет лишняя. Одна ручка и все будет хорошо. посмотрите как стал у меня работать этот блок. Как только я навел на него указатель, он у меня стал динамическим. Всего лишь одна операция. А мы чуть-чуть расширим. Не то, что расширим, а сделаем его более совершенным. Посмотрите. мы вот этот параметр L сделаем ну это красиво. Описание расстояния задает длину стороны. чего еще? Какие тип расстояния? Давайте сделаем списком. список будет такой 50 добавить 70 добавить 82 добавить 100 5 добавить. Я специально даю такие значения расстояния, чтобы они не были регулярными через 10, через 20, через 30. Окей. Закрою редактор блоков с сохранением изменения. теперь вот эта ручка у меня не произвольные значения задает, а детерминированные, то есть ровно те, которые я задал в списке. Может вы обратили внимание, что я их задавал хаотично? А они выстроились сами в нужном порядке. Вы догадываетесь, что я могу все тоже сделать вот здесь, в вертикальную сторону? Не вопрос. Но мне хотелось бы вам больше показать, поэтому я еще одну штуку здесь вам продемонстрирую. А именно, а именно, я сюда вот вот в этот прямоугольник нарисую кружочек. Вот здесь. Причем этот кружочек, он, ну, как бы, ну, если я закрою редактор блока с сохранением изменений, видите, блок обновится, будет вот так вот. ну, моя задача, чтобы этот кружочек все время был в этом месте, так, но я иногда хочу видеть этот круг, иногда не хочу. Поэтому я сейчас задам параметр видимости, где-нибудь здесь вот я его поставлю, имя видимости, я сделаю так, круг без круга. Ухватит, наверное. Так, а теперь я создам несколько состояний видимости. Еще одно по меньшей мере, а потом их переименую. Состояние видимости 0 будет без круга. Состояние видимости 1 будет с кругом. Теперь, установив состояние видимости без круга, мне это важно, в этом состоянии видимости я сделаю невидимым вот этот вот объект. Красота! Закрою редактор блоков с сохранением изменений. Смотрите, работает и круг. То есть, то нет. то есть, то нет. Вы догадывались ли состояний видимости может быть сколько угодно? 5, 10, с двумя кругами, с квадратами, без кругов и так далее. Посмотрите, мы с вами создали такой, ну я бы сказал, не очень совершенный динамический блок. Не очень совершенный динамический блок. Давайте сделаем из него же, из него же, более совершенный или из другого. Давайте из другого. Давайте нарисуем прямоугольник 100 на 50. Ну и прямоугольник где-то здесь. Создадим блок. Какие у нас есть? D-блок. Давайте D-блок 2 с базовой точкой вот здесь. D-блок 2. окей. Ну зайдем в редактор блоков и не будем использовать вот эти параметры. Будем использовать некие другие вещи. Ну во-первых, давайте наложим зависимости, о которых мы только что с вами говорили. Ну я бы автоналожение геометрических зависимостей сделал. Видите? Ну исключительно для простоты. Правильно? Дальше. Я ручку вот такую вот линейная зависимость линейный размер зависимость. Вот она 100 а вот еще одна 50 Ну как бы достаточно, да? Как бы достаточно. Что я сделаю? Я сейчас уберу от них ручки. Иначе а хотите посмотреть что будет если я оставлю ручки? Весело будет? Да вроде нет, ничего веселого нет. хорошие ручки наложил. Куда вот это делось? Интересно. Ну ладно. Во всяком случае мне не нужны. я число ручек ноль что изменилось. Вот такой вот скучный серенький блок. Но он сейчас будет очень весел. Что мы с ним сделаем? мы создадим таблицу блоков. таблицей таблицей совсем совсем недавно был. И открою таблицу блоков. и добавлю добавлю вот эти параметры кстати как интересно D1 D2 давайте назовем наш блок как нибудь. Очень просто. Имя ему дадим. Имя в названии которого эти параметры присутствуют. Ну к примеру прямоугольник PRD 100 на 50. Понятно? А чего бречь идет? Значение назначение должно быть марка. К примеру марка. А тип должен быть конечно строка то бишь вот так вот. Лучший цифр пробел то же самое. видит какой злой не хочет не хочет у меня воспринимать пробелы. Так вот это неправильно. Я удалю наверное этот столбец. Добавлю имя имя марка со значением марка. Это заголовок столбца. Тип строка. Ок. А вот здесь я смотрите здесь я напишу то что я хотел. PR 100 на 50. D1 это у нас 100. D2 50. Теперь PR давайте сделаем 120 на 50. Здесь 120 здесь 50. Это я пробел убрал чтобы правописание было одинаковое. Достаточно? Достаточно. Ок. Закрываю редактор блоков с сохранением изменений. Теперь смотрите выбираю вот это значение выбираю вот это значение. Выбираю вот это выбираю вот это. я могу таблицу свойств посмотреть как есть. Но она здесь не редактируется. Не правда ли красиво? По моему здорово. Ну главное что мне нравится. А теперь давайте еще одну штуку сделаем. Давайте сюда давайте сюда добавим видимость вот этого параметра чтобы он был либо не был. Правильно? Итак мы параметр видимости прикрепляем сюда. Создаем два состояния видимости. Но здесь мы будем делать более технично. Смотрите исп1 это исполнение 1. А это переименуем исп2. Ну для определенности исполнение 1 есть прямоугольничек исполнение 2 прямоугольничка нет. Что мы делаем в состоянии исполнения 1 прямоугольничка нет. Годится. Тестируем наш блок. Ну конечно же вот это работает и вот это работает. Правда неудобно управлять двумя ручками не правда ли? Не будем управлять двумя ручками. И мы с вами в таблицу свой блока добавим состояние видимости. Видите? Ну правда видимость мы переименуем. Посмотрите здесь у нас исполнение 1 исполнение 1 А теперь будем работать с таблицами Ctrl C Ctrl V А здесь выберем ИСП 2 ИСП 2 тоже будет работать но чтобы это корректнее работало давайте сделаем так здесь добавим Эх ты Тон 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 на 50 тире 1 2 тире 1 3 тире 2 4 4 2 ok проверяем что лишнее вот эта вот ручка что сделаем что сделаем мы в состоянии видео вы знаете вот эту штуку сделаем без ручек посмотрите какая красота вот деталь по R 100 на 50 на 1 вот деталь по R120 по R120 на 50 на 1 вот 100 на 50 на 2 вот 100 на 50 на 2 ну вот же беда какая вот же беда какая нам чтобы узнать какая сейчас перед нами деталь нам нужно подглядеть галочку где она стоит правильно а я хочу чтобы эта штука мне представлялась для этого добавим атрибут ну что ж атрибут так атрибут в редакторе блоков можно делать все поэтому мы здесь мы здесь найдем где у нас здесь находятся атрибуты находятся они вот где определение атрибута так тег ну давайте марка без тега не работает подсказка марка и но нет у меня в этом так сказать в рамках данного вебинара нет у меня возможности объяснять вам такие же прекрасные поля такие же прекрасные объекты в такатских которые называются полями вот они видите я сейчас здесь на поля на основании объектов место заполнитель блока видите я выберу слово марка почему не выбрал имя имя объекта я попал на служебные слова а так марка ну хоть кличка окей окей и вот я сюда вставляю слово марка закрываю редактор блоков с сохранением изменения меняю регенерирую ничего не происходит я знаю почему потому что атрибут будет отображаться только в одном из состояния видимости но я его сейчас делаю видимым для состояния один для состояния для исполнения один сделать видимым и для этого состояния закрыть сохранить внутри вот это нет да да и не будет да и не будет потому что вот это вхождение блока для него уже как бы не существует поэтому мы сейчас вставим блок какой у нас блок д блок 2 окей марка марка окей не хочет еще раз вставим блок не хочет сейчас мы исправим но теперь мне два щелчка по блоку не дадут мне этот блок редактировать нужно редактор блоков открывать вот так вот ну что же не хочет у меня атрибут мой работать сейчас конечно мы его заставим работать обязательно заставим работать и так определение атрибута ну понятно дело потому что он был скрытый я забыл здесь снять снять флажочек когда показывал вам то что показывал и так марка подсказка мне не нужна потому что он вместо заполнителя блока марка окей 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 сделаем его видимым во всех состояниях с сохранением изменений теперь вставляем соглашаемся окей видите теперь нужно нам что-нибудь изменить и регенерировать файл изменить и регенерировать файл изменить и регенерировать файл вы видите что меняется значение регенерировать файл мне не нравится капризный стал мне не нравится вот эта постоянная регенерация ну тогда я с вашего позволения зайду в редактор блоков и сделаю вот что вот моя таблица блоков добавление параметра марка окей вот и все а сюда я добавлю наверно так вот я нехорошо сделал это я сделал нехорошо но конечно вот это вставить с сохранением изменений но я очень доволен что я с вами вам я конечно понимаю что на некоторые мои манипуляции вы смотрели как-то так что-то успели ухватить что-то нет но мне нужно было вам показать то что мы учимся делать посмотрите в автокаде есть образцы динамических блоков видите они к примеру на двери уровень двери они называют так что это такое это дверь которая имеет разные высоты разную ширину вот отражение дальше посмотрите замечательный унитаз который взяли посмотрели поменяли его вид ну это что такое это же не более не более если мы откроем этот унитаз в редакторе блоков то мы увидим что это просто состояние видимости для этого унитаз просто рисуется масса предметов для которых разное состояние видимости что делаем мы что делаем мы вот какой мы это уже наша вещь мы делаем такое на занятиях посмотрите дверь стекленная дверь глухая дверь правая дверь левая ширина меняется высота меняется что еще умеем делать посмотрите вот в этом блоке меняется здесь гораздо больше видите кружочек здесь и меняются посадочные размеры вот здесь вот здесь гораздо больше здесь возможности видите вот посадочный размер здесь такой здесь такой у этого блока вот такой вот и это только та малая часть которую вы с вами рассмотрели ну что вот это так называемые средства автоматизации блоки динамические блоки блоки с атрибутами и так далее и так далее то есть если я для вас хоть 5% нового рассказал сегодня то я свою задачу выполнил да кстати вот здесь вот мы уже это мы сделали на занятиях на группе которая недавно закончилась вот еще раз напоминаю вам курс называется расширенные возможности системы автокад не про все рассказывал в общем-то так расширенные возможности системы автокад книжка моя же на этом курсе вам дарится адаптация автокад по стандарту предприятия это книга которая ответит на многие ваши вопросы вот ну если я еще раз повторяю хоть чуть-чуть рассказал нового сегодня то хорошо вопросы есть библиотека блоков так так значит это Наталья спросила библиотека блоков и обновление атрибуты блоков это совершенно разные вещи обновление атрибутов блоков за чертежи у вас наверное нехорошо библиотеки нельзя редактировать ну что вы библиотека это центр управления посмотрите библиотека это центр управления это control 2 центр управления видите как вы можете прямо в библиотеке редактировать библиотека это файл автокадовский который из центра управления вот просто перетаскивается просто перетаскивается на наш чертеж вот посмотрите вот я сейчас просто закрываю все файлы с которыми мы работали закрываю их все они должны быть закрыты как можете редактировать библиотеки если она нет так не делается так не делается вы откройте файл который у вас там есть редактируете его перетащите его на палитру видите вот control 2 центр управления вот файл который мы тут что создали колонки я его назвал блоки вот какой АК2 у нас был или какой какой нет Динблок блоки так где где я его сохранил там колонки Динблок это я на рабочем столе сохранял дверь нет не дверь я называл Динблок блоки ну вот я перетаскиваю сюда но для того чтобы он корректно редактировался мне нужно открыть вот этот файл закрыть этот открыть этот отредактировать и заново через дизайн центр его ставить но если вопросов нет если вы узнали новое то я свою сдачу выполнил всего доброго до следующих встреч приходите учиться буду рад видеть вас лично до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч Продолжение следует...